Идеи и проекты, за которыми будущее. Именно так можно сказать о 650 работах участников творческого фестиваля молодежи «Юность Большой Волги». В 16-й раз он собрал в Чебоксарах талантливых студентов со всей республики. Сначала рефераты, затем научные работы, а в будущем и тема диссертаций. Такой путь проходят идеи многих участников фестиваля. Философия и история, электроника и машиностроение, экология и право, экономика и управление. Спектр студенческих работ широчайший. В этом году у нас представлены три региона. Это Чувашия, Башкортостан и Мордовия. Более 835 участников, где-то более 60-50 работ. Будет работать 53 секции. Юрий Федоров, студент Чебоксарского политеха, изучает коммерцию и маркетинг и участвует в фестивале в третий раз. У меня здесь представляют две работы. Первая работа – это перспективные модели электронной коммерции в продовольственной сфере. И вторая – внедрение интернет-маркетинговой системы в торговую организацию. Несколько лет на предприятии разрабатывали сайтом, смотрели, меняли что-то. То есть даже вот когда бывали такие случаи, то что когда я, например, летом был вне предприятия, люди все равно приходили. Это больше всего эта система направлена на привлечение клиентов. Юрий успевает участвовать и в работе Координационного совета студенческих научных обществ. Активистов наручными часами сегодня поощрил глава Чувашии. Для будущей профессии участие в этом фестивале, конечно же, значимо, потому что каждая награда, каждое поощрение имеет большое значение. И это большой опыт участия в юности Большой Волги для нас, для начинающих специалистов. Из всех научных направлений и специальностей Михаил Игнатьев выбрал секцию журналистики и успел пообщаться со студентами до начала защиты работ. Давайте сделаем нашу встречу не официальной такой, а непринужденной. Как обычно, журналисты любят на любые темы задавать вопросы. Приятные, удобные, неприятные и неудобные. Но неудобных вопросов не прозвучало. Будущие корреспонденты и фотографы были предельно корректными. Самым острым оказался вопрос о развитии туризма в Чувашии. Как объяснили ребята, это научная встреча, а не пресс-конференция. Татьяна Ванова, Виктор Степанов, Вести Чебоксары.